Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Продолжаю вас знакомить с стратегией Уолл-Стрит. Вчера поступило сразу два предложения по стратегии Уолл-Стрит. Первое предложение закрыть сделку по Netflix. И второе предложение открыть новую сделку по компании Ульта. Давайте посмотрим, что это за сделки и как это все происходит. Итак, смотрите, мы снова в терминале КВИК. Посмотрите, сейчас я увеличу вот сейчас вы видите график компании Netflix. Рекомендация покупать Netflix поступила 15 числа. Вот здесь по этому уровню по 15,57 купить акции компании Netflix сразу после того, как они выросли. Вот примерно по этому значению. Ну немножечко с опозданием, надо сказать, робот сработал. После того, как мы их купили, акции Netflix ушли вверх, потом они опускались, поднимались, опускались, потом они вот опустились. И сейчас поступило предложение продать акции компании Netflix, то есть зафиксировать убытки. Ну, судя по всему, по 341 доллару 34 цента. То есть вот здесь вот закрыть. То есть убытки получить в размере, сейчас скажу, каком. Так, 353,57 минус 341.34 равно 1223 делим на 353.57 равно. Зафиксировать убыток в 3,4. 3,5 процента в долларах. Вот. Ну, вот так. Надо сказать, что я компанию Netflix не купил. Почему? Потому что, смотрите, что получилось. Я просто давно не было тогда рекомендаций, помню, сидел грустный, думаю, может купить чего-нибудь. И посмотрел на акции, которые были. И решил, что компания Netflix где-то вот здесь находится на минимуме. И где-то здесь я ее приобрел за день или два до ее вот этого подъема. И когда она поднялась сюда, вот там, где стратегия Wall Street робот рекомендовал ее купить, а я ее уже продал. Думаю, ну что я ее буду еще покупать? Не буду. Вот. Потому что она уже выросла, и здесь я заработал. Ну, в общем, сказать, опыт показывает, что я правильно сделал. Вот. Ну, здесь я по компании Netflix получил не благодаря роботу, а вопреки роботу прибыль, надо сказать. Вот. Теперь дальше. Следующая рекомендация по компании Ulta. Вот она, Ulta Beauty. Компания. Вот четырехчасовой график. Я могу дневной график сделать. Вот такая компания Ulta. Это дневной график. Но почему-то робот считает, что акции надо покупать. Я, честно говоря, не знаю, надо их покупать или нет. Но вот такая рекомендация. Что такое компания Ulta? Это небольшая компания. Входит в индекс S&P 500, американская. Занимается косметикой в основном. Вот. Но у нее волатильность достаточно высокая. И она была выбрана. Вот. Она участвует в стратегии Wall Street. Так. Давайте посмотрим, смогу ее купить или нет вообще. Потому что у меня... Надо смотреть, есть ли у меня возможность такая. Нет. У меня нет возможности, к сожалению, купить Ulta Beauty. Поэтому я просто констатирую факт. Почему у меня нет возможности купить Ulta Beauty? Сейчас я вам покажу. Вот почему. Потому что у меня есть акции компании CME Group, которая была куплена по рекомендации Wall Street. Она пока не закрыта, эта рекомендация. Вот посмотрите, к чему она привела эта рекомендация. Вот здесь была рекомендация купить акции компании CME Group. Я уже не помню, когда. Но вы видите, что акции взлетели. Это лучшее приобретение, по-моему, в стратегии Wall Street. Пока еще не было рекомендаций продавать. Акции были куплены по 171, по 170.93, 170.86 вы видите. И пока они растут, стратегии, подсказки продавать их не было. Держим. То есть здесь самая максимальная прибыль. Если вы видите, что у меня CME Group Incorporated по 35.82, значит, 153 доллара в плюсе на данный момент. А всего куплено 7 акций по 35. То есть, ну, как бы, очень-очень даже неплохой результат. Вот, кроме того, у меня в портфеле сейчас акция, которая не входит в стратегию Wall Street. А там была по другой стратегии рекомендация купить акции Google. И я говорил, что, в общем, блин, компания Google, в принципе, хорошая. И я ее куплю. Я ее купил. И это было ошибкой. Вот. Минус 130 долларов, вы видите. В настоящий момент, потому что идет, в общем, торговая война с Китаем. И, в общем, многие американские акции падают. Недавно упал весь индекс S&P 500, вы знаете. Но сейчас он уже восстанавливается. Вот акции компании Google, Alphabet Incorporated, я пока держу. Я надеюсь, что я выйду из них с прибылью. Но это мешает мне, как вы видите, купить акции компании Ulta. Посмотрим, что будет. Я сегодня буду в открытии и переведу на счет еще там сколько там, 267 долларов. И, возможно, у меня будет возможность, ну, хотя бы одну акцию эту купить. Вот. Что еще в портфель входит? Illumina в настоящий момент. И в настоящий момент эта Illumina дает мне убыток. Так, вот, вот, желтым вы видите позицию, по которой она куплена. И вот как-то она топчется, топчется. Но я надеюсь, что она за 330 должна когда-то вылезти. Вот. Ну, здесь убыток, в общем, сказать, ну, не такой большой, но, тем не менее, он есть. И самая большая беда – это Wells Fargo. Wells Fargo. У меня этих акций куплено не по всей рекомендации, а чуть меньше, конечно. И получается, что вот она, Wells Fargo. Крупнейшая финансовая корпорация Америки. Wells Fargo. Находится не в лучшей форме. Вот здесь была рекомендация купить. И сейчас она, ну, как бы, на минимумах. Еще вот. Минимум был 2000. В декабре 2000, так сказать. Ну, нападение индекса S&P 500. Они свалились 16-го, 12-го. И примерно на тех же уровнях находится сейчас. Wells Fargo. Но просто так получилось, что у меня не хватило денег на покупку. По полной рекомендации. Поэтому, поэтому у меня их, ну, убытки не такие большие. А вообще говоря, убытки были бы, ну, побольше на самом деле. Вот. Как бы, такое дело. Вот. Ну, что я могу сделать? Акции компании Google. Ну, она всего одна. Продать, в общем, так сказать, не хочется. Перегруппировать CME Group продать? Ну, не исключено. Ну, пока что и продавать, если она растет. Wells Fargo. Ну, я надеюсь, что вырастет. Нет, я пока... Давайте посмотрим, что у меня с портфелем. Я прямо вообще ничего не скрываю от вас. 296. Почти 300 долларов. Я думаю, что завтра я постараюсь купить компанию Ульта. И от того, что я куплю завтра, скорее всего, ничего не изменится. Потому что... Потому что... Сейчас скажу. Посмотрите, что в рекомендации написано «Купить». Сейчас. Компания Ульта по 331.05 доллара. Вы видите, что текущая цена 330.61. Я не исключаю, что из-за задержки в один день я ее смогу купить выгоднее, чем рекомендация. Поэтому я не особенно переживаю от того, что я не покупаю ее прямо сейчас. Вот. Ну, следите за моими выпусками по стратегии Wall Street. Я буду держать вас в курсе. Вот. Но пока надо сказать, что стратегия Wall Street, честно говоря, себя оправдывает. Потому что было несколько сделок очень хороших, прибыльных, как оно и предполагалось. И большая часть сделок убыточных, но убытки пока небольшие и бумажные. Так что, в принципе, она себя оправдывает. Но нельзя доверять роботам. Вот такое дело. Ну, а сейчас хочу попрощаться. Спасибо за внимание. С вами был Деменков Юрий. До встречи.